Здравствуйте, с вами выпуск новостей команды Активатики. На этой неделе произошло совершенно грандиозное событие. 8 марта жители Волоколамска перекрыли трассу. Это была вынужденная акция протеста и это был протест на самом деле против полигона ТБО Ядрово. На самом деле этот полигон в буквальном смысле этого слова отравляет жизнь жителям уже не один год. От этого полигона несет совершенно чудовищным запахом хлора, сероводорода и местные жители жалуются, что мало того, что они дышать не могут, так еще дети задыхаются. Они вынуждены своих детей класть спать в респираторах, потому что вонь стоит такая, что они просыпаются посреди ночи. Они уже много лет пытаются эту свалку закрыть, но власти они совершенно никаким образом на это дело не реагируют. Они не реагируют на жителей серьезным образом. Ну вот, например, в прошлом году жители организовали митинг на 150 человек. Но для Волоколамска это, в принципе, нормальный митинг, нормальное количество человек вышло. Власти никак не отреагировали, но максимум, что они сделали, они привлекли организацию ООО «Ядрово», которая занимается обслуживанием этого ТБО, к административной ответственности. Это при том, что у жителей проблемы со здоровьем, реально они испытывают тошноту, горечь в горле при дыхании. И на самом деле это совершенно неадекватное наказание. Поняв, что ничего не происходит, естественно, протест начал накаляться. Люди злятся, что на них они не реагируют. И вот через 5 месяцев, уже 3 марта в этом году, в Волоколамске собралось тысяча человек против полигона Ядрово. Ну, здесь уже власти испугались, и буквально через 3 дня, 6 марта, они объявили территорию полигона Ядрово, что эта территория попадает под чрезвычайную ситуацию. Жители этим недовольны. Они считают, что полигон надо вообще закрывать, и что в чрезвычайной ситуации надо объявлять не на одном полигоне, а вообще во всем Волоколамске. Ну, и после того, как жители увидели, что совершенно никто на них должным образом опять не реагирует, они пошли на крайние меры. И 8 марта они собрались и встали живой цепью прямо на трассе и просто перекрыли путь мусоровозам, которые возят свой мусор на полигон. В результате, конечно же, при Балабон у властей почему-то не находится денег на нормальное решение мусорной проблемы, на то, чтобы построить нормальные мусороперерабатывающие заводы. Но почему-то они отлично находят деньги на ОМОН, на полицию и вообще на силовиков. И вот 8 марта, прямо вот Международный женский день, начались задержания, причем очень жесткие. Активисты рассказывают, что задерживали в том числе и пожилых людей, задерживали, естественно, женщин и задерживали людей с детьми. На момент записи программы, мы записываем ее сегодня 9 марта, и нам стало известно, что жители не испугались вчерашних арестов и задержаний, и сегодня они опять пришли на акцию блокировки мусоровозов на пути к полигону Ядрово. И вот сегодня к ним уже приехал заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья. Аналогичные проблемы с мусором есть и в Клинском районе. И там 4 марта, в воскресенье, прошел совершенно грандиозный, необычный для Клина митинг. Собралось несколько тысяч человек. Они протестовали против, опять же, полигона ТБО, Олексинского полигона, который точно так же, как и полигон Ядрово-Волоколамске, отравляет в буквальном смысле жизнь людям, который ужасно смердит, и который отравляет источники с питьевой водой. 11 марта в подмосковном Кучино пройдет очень важная акция. Это будет митинг протеста против Кучинского полигона и против МСЗ-4. МСЗ, это аббревиатура, означает мусоросжигательный завод. Так, в общем, этот мусоросжигательный завод, он вовсе не решает проблему, а наоборот, усугубляет проблему с мусором. И чего требуют активисты, которые соберутся 11 марта? Они требуют цивилизованного нормального решения мусорного вопроса. Они требуют прекращения программы строительства мусоросжигательных заводов в Москве и области. Они требуют, естественно, закрытия МСЗ-4 в Балашинском районе. Они требуют того, чтобы у них, наконец, начали в Балашихе перерабатывать мусор и строили мусороперерабатывающий завод, и чтобы вот этот позорный полигон Кучино уже в конце концов закрыли. Ну, проблема с мусором, она есть, к сожалению, не только в Подмосковье и в Москве, в крупных городах, она есть ещё и в регионах. И в регионах она, пожалуй, даже ещё поострее стоит. Вот, например, Держинск. Вообще, Держинск с точки зрения химических всяких последствий работы жутких предприятий, он совершенно чудовищный город. Вот если вы приходите на кладбище в Держинске, вы найдёте очень много табличек и увидите, что мало кто вообще из жителей дожил-то вообще-то до 40 лет. И причина, она совершенно чёткая. Это экологическая причина, потому что на территории Держинска работают очень опасные химические предприятия. Ну, вот одно из таких предприятий – это предприятие завода Оргстекло. Оргстекло выбрасывает вообще какие-то жуткие совершенно токсичные отходы, которые потом попадают в окружающую среду. И в результате исследования, которое сделала независимая гражданская организация, социально-правовое и экологическое сотоварщество в 2005 году, выяснилось, что опасное вещество – полихлорированный бифенол, сокращённо это PHB, близкое к диоксинам, оно производилось в Держинске на протяжении полувека в качестве жидкости для трансформаторов, оно попало в обычные бытовые яйца домашних кур в частном секторе. Вообще наивно думать, что вот если вы завели там, живя в частном секторе, в Держинске себе курочку с козочкой, вот они у вас будут там пастись, травку щипать, и что после этого вот эти ядовитые продукты не окажутся у вас на столе с диоксинами. На самом деле всё имеет свои последствия. И очень здорово, что организация общественная провела это расследование и довела его до сведений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, сейчас этим Генпрокуратура как раз и занимается. А затем активисты, они провели расследование электротехнического оборудования, содержащего вот эти самые ПХБ масла, и выяснилось, что некоторые трансформаторы, они содержат вообще до тонны ядовитых масел. И оказалось, что наши доблестные чиновники и взрослых Эконадзора, они даже не знали не только о том, что вот эти трансформаторы содержат, по сути, яд, но и о том, что они вообще-то обязаны заниматься этим вопросом в связи с тем, что была Россией подписана Стокгольмская конвенция. Но вообще надо отметить, насколько заэффективно отработали жители Держинска, которые организовали вот эту замечательную организацию, которая называется социально-правовое экологическое сотоварищество, потому что это оказалось очень эффективным инструментом за свои экологические права и за права на нормальную жизнь. Создал эту организацию замечательный человек. Его зовут Дмитрий Левашов, и он в свое время сам работал на вот этом вот ужасном химическом заводе «Уркстекло» на предприятии, поэтому он не понаслышке знал о том, что такое вот эти диоксины, что такое яда и насколько вообще они опасны. И Дмитрий еще в 90-е годы создал вот эту общественную организацию. С тех пор они сделали очень много полезного и важного не только для Держинского района, но и для других районов, которые тоже заражены. И сейчас в организации Дмитрия очень много людей, и не только из Держинска, они и из других отравленных регионов тоже, там, например, из Череповца или из Чапаевска. И сейчас организация Дмитрия, она превратилась не просто в активистов-расследователей, а уже в общественно-экологических инспекторов. Что делают ребята? Они отслеживают путь машин, которые везут опасные токсичные отходы на обычные свалки ТБО, где вообще-то положено захоранивать обычные невредные бытовые отходы. А вот некоторые товарищи, особо хитрые, из всяких химических предприятий, для того, чтобы сэкономить, они просто отправляют грузовики с вот этими ядами, опасными для окружающей среды, для жизни людей, они их просто отправляют в тихушку, выбросить это где-нибудь на полигоне ТБО, без соответствующей документации, и что там дальше будет с этими отходами, как они отразятся на здоровье граждан, как они отразятся на окружающей среде, это совершенно не волнует. И вот организация Дмитрия, она занимается тем, что они отслеживают путь этих машин, они их останавливают, затем вызывают полицию и заставляют полицейских делать свою работу. Ну, жизнь у Дмитрия не очень простая, вот не так давно, в феврале этого года, ему поступали угрозы, его обещали вообще там убить и захоронить в пыли металлургического завода. Дмитрий на это сказал, что он совершенно не собирается останавливаться, угрозы его не пугают, и он продолжит заниматься своим делом. Но вот, к сожалению, угрозы в адрес активистов, они в последнее время звучат все чаще. И в Челябинске произошел уж совершенно вопиющий случай. В Челябинске есть такое движение, оно называется СтопГОК, ребята занимаются тем, что борются против строительства горно-обогатительного комбината в Челябинской области. Почему? Потому что, ну и так, в Челябинске ужасная совершенно экология, еще вот этот горно-обогатительный комбинат, он, естественно, только ухудшит и без того жуткую экологическую ситуацию. Движение это очень активно занимается защитой экологии, и уже активисты сталкивались с тем, что им обещали полицейские подбросить наркотики, ребята из движения СтопГОК уже арестовывали, задерживали. И вот в ночь с 8 на 9 марта в центре Челябинска появляются листовки с фотографией Сергея Белогорохова, лидера движения СтопГОК, и с такой информацией, что якобы Сергей является педофилом, не обращайтесь в полицию, расправьтесь с ним на месте. Ну, на мой взгляд, это вообще на самом деле очень опасная тенденция, и на мой взгляд, что вот такие расправы с активистами, они до добра не доведут, потому что если вдруг что-то случится с человеком после такой информации, кто понесет за это ответственность? Будет ли полиция искать людей, которые расклеивают такие объявления? И главное, кто занимается расклейкой этих объявлений? Я считаю, что вот этим делом полиция должна заняться вот непосредственно сейчас, а все мы должны как можно активнее распространять информацию про Сергея, потому что вот он сейчас на самом деле находится в самой настоящей опасности. И я считаю, что наша задача защитить его. В сложившейся ситуации важно, что люди перестали бояться, и что невзирая на угрозы, на аресты, на задержания, они продолжают бороться за свою страну и продолжают бороться за право жить нормальной жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова